МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагаем вашему вниманию обзор прессы на сегодня. Такая экзотика северных стран, как гонки на ездовых собаках, теперь стала реалией и для казахстанской столицы. В минувшие выходные здесь впервые прошли соревнования по дисциплинам ездового спорта. Больше десятка лайк и хаски, велосипедные упряжки, 800 метров скользкой грязи под лапами вместо асфальта. Такого экстрима еще не переживали ни четвероногие спортсмены, ни их хозяева. Что такое каникруз и байкджоринг в условиях казахстанской степи, читайте в свежем номере газеты Инфоцесс. Чемпионат мира по боксу среди взрослых посетил олимпийский чемпион Афин, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Александр Поветкин. В эксклюзивном интервью про спорта Дамиру Серикпаеву прославленный спортсмен рассказал о том, почему у него не сложился бой с Владимиром Кличко, как Александр оценивает дальнейшие перспективы Геннадия Головкина и что нужно делать для развития массового спорта, бокса в частности. Читайте также в новом номере материал «Крик о помощи», в котором Айбек Алдебергенов анализирует последние проблемы казахстанского футбола. Хорошо узнаваемая и любимая в Казахстане рок-группа «Мотороллер» отмечает юбилей – 20 лет. «Караван» встретился с бессменным лидером группы Ильясом Аутовым и узнал, какие сюрпризы его команда подготовила своим поклонникам. «Когда мы начинали играть в мотороллере, никто из нас не задавался вопросом, надолго это или нет. Но подсознательно я ощущал, что лично у меня это надолго, если не навсегда. Это чувство меня не покидает и теперь. Я люблю музыку и хочу ее играть. Слава богу, меня посещают интересные идеи, и их становится все больше», – рассказал изданию лидер группы. В завершении интервью газете «Караван» Ильяс признался, что в идеале ему хотелось бы проделать такой же долгий творческий путь, какой выдался «Роллинг Стоунс», и в их возрасте пребывать в такой же великолепной форме. А прессу на сегодня все. Читайте газеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова